Число вылечившихся от COVID-19 на Кубани превышает количество новых подтвержденных случаев. За последние сутки в регионе инфекцию выявили у 80 человек. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек. 3006 пациентов выздоровели, из них 89 за последние сутки. В связи со стабилизацией эпидситуации на заседании Краевого оперативного штаба были озвучены очередные шаги по ослаблению карантинного режима. О том, что изменится в крае с 6 июня, смотрите в первом материале выпуска. Эпидемиологическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе характеризуется постепенным снижением количества заболевших. Это позволило 23 мая ослабить некоторые ограничительные мероприятия и открыть ряд объектов. Но, несмотря на снижение темпа роста заболеваний, достичь показателей, необходимых для перехода на следующий этап снятия ограничений пока не удалось. С 1 мая на сегодняшний день снизился темп прироста заболеваний с 5,9% до 2%. Тем самым, 23 мая мы с вами вошли в первый этап снятия ограничительных таблеток и открыли ряд объектов. Инкубационный период, который пришел с 20 мая, показал, что у нас нет ущельяного роста в случае заболевания новой коронавирусной инфекции. У нас есть стабилизация темп прироста. Вместе с тем, мы сегодня не достигаем определенных показателей, что вы перейдите на второй этап. Но в рамках имеющегося первого этапа, Мир Иванович, я предлагаю уйти для послаблений, свое постановление. Александр, мы сейчас пока обсуждаем первый момент, что пусть не пролевать коронавирусной инфекции. И до какого числа? Это ваше, мне важно, профессиональное мнение. Мир Иванович, я считаю, что стоит оплатить коронавирусной инфекции на 2 недели, в связи с тем, что 1 июня у нас увеличилось количество рейсов и количество граждан, пребывающих в Краснодарский край. И нам нужно определить, будут ли у нас завозы в Краснодарский край. Вот из-за этого я хотел бы попросить вас провести карантин еще на 2 недели. Также на ситуацию влияет увеличившееся с 1 июня количество авиа- и железнодорожных рейсов, а следовательно и граждан, приехавших в край. Руководители ведущих медицинских организаций региона высказались за продление карантина. По их мнению, миграция между регионами может ухудшить эпидемиологическую ситуацию. На сегодняшний день нам еще рано говорить о том, что мы можем смело отменять все карантинные мероприятия. Говорят, что мы вернулись к обычной жизни. К сожалению, мы не можем говорить. Стабилизация, да. Поэтому я поддерживаю наших коллег. И так же пробить, может быть, какие-то послужения. Естественно, просто ответнодзор подкажется своим опытом, со своими рекомендациями, которые разработаны. Как выходить? Но пока еще рано говорить о прекращении мероприятия карантин. Стабилизация весьма и весьма хрупкая. Действительно, курортный сезон и огромное количество желающих граждан приехать в наш край. Ситуацию могут очень быстро кощнуть в сторону дестабилизации. Я присоединяюсь ко своим коллегам, понимая, что действительно и по вызовам скорой помощи, и по обращаемости граждан, и по заболеваниям, с которыми они обращаются, вроде бы стабильно. Но ситуация хрупка. Поэтому я бы продлил карантин, продлил. И, естественно, выход из него тоже должен быть крайне постепенный, крайне неторопливый соблюдение всех санкопедемиологических моментов. Это маски, это дистанцирование, это действительно внимательное к этому отношению. Выслушав точки зрения специалистов, губернатор принял решение продлить карантинные ограничения до 21 июня. Все вместе только вечером. То есть в каждом жительном крае мы можем все-таки лежать под контролем. И еще раз повторюсь, все жители края будут нашими сторонниками, союзниками и геномышками. Мы все вместе можем только сохранить стабильные и геномышку обновку в крае. Все вместе. Несмотря на продление карантина, некоторые ограничения будут сняты. Так, 6 июня в крае для посещения откроются парки и набережные. Спортивные стадионы для тренировок. При этом нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 5 метров. С 8 июня откроются и спортивные залы площадью до 300 квадратных метров. 6 июня заработают уличные летние террасы и веранды. Летние кафе на открытом воздухе с отдельным входом. При этом необходимо строгое соблюдение социальной дистанции и всех требований Роспотребнадзора. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».